Дорогие мои, привет! Обзор, наверное, больше актуален, будь барышнем. Девчонки давно просили, просят в личку показать вазы. Ну, в принципе, они есть и на сайте, но так, наверное, через призму камеры понятнее, что ли, да? Особенно, когда они рядом друг с другом. В общем, вот такое великолепие у нас сейчас из вас, причем некоторые еще отдельно стоят. Так, откуда начнем? А мы ректангель тогда пропустим? Хорошо. Так, набор из вас цилиндр, три штуки. Кстати, девочки, кто из Саранской, у нас есть такой набор со скидкой за 600 рублей. Это уже с нашей доставкой, да? Три штучки в наборе. Продается вот в виде такого вот, собранного в кучку, очень хорошо на подарок, то есть классическая ваза, средняя ваза и ваза для чего-то вот, для украшения. В цилиндр есть еще вот такой набор, называется ваза-миски, три штуки, но почему-то на выставке у нас только один, насыпали камни в него, камни. Теперь украшения у Икеи появились вот такие вот, разного цвета камни. Как сказала одна клиентка, деньги делают из воздуха. Сходил, набрал булыжник. 150 рублей набор камушков. Вот смотрите, три вазочки, средняя миска, высокая и вот такая вот штучка. Стоит тысячу. Вазочка за 59 рублей, кто-то уже к скотчу переворачивал. Здесь стекло, стекло сейчас по акции. Всего 50 рублей в Нижнем Новгороде. Под что только не берут. У нас, честно, конфетки в офисе стоят. Конфетки, украшения, сухие цветочки, в общем. А вот, кстати, цилиндр где? Вот миска, вот широкая у вас. Ну, интересненький набор, да? Все, можно так сказать. Так. Бегерлик, 29 сантиметров, прозрачное стекло, хендмейт. Когда видите такую вот наклеечку, сделана ручная работа, ручная выдавка. Единственное, что бывает стекло тонкое, но вроде вот у этих у вас нареканий не было. То есть они все уникальны, ни одного повторяющегося ободка нет, они все примерно разного размера. То есть две одинаковых вазы вы не найдете. Дальше ваза кувшин. У факта белый, 20 сантиметров. Ну, белый, я бы сказала, условно. Он больше, вот даже если его, да, рядом с таким, с бежевым поставить, в серену уходят, во-первых, точки. Во-вторых, вот такая вот затертость целенаправленно сделанная. Внутри он точно такой же. Ну, под пищевой, конечно, он не пойдет, потому что он не пищевой, а для цветочков будет очень красиво. Дальше, градвис, набор из двух ваз, вот такой вот наборчик. Каменная керамика, очень динеру напоминает, да, и по цвету, и вот по фактуре. 500 рубля. Градвис бежевая ваза из такой же линейки, тоже внутри точечки, ободок уже такой же глянцевый, 24 сантиметра. Градвис есть просто серая матовая грудная, вот один в один динера. Серая динера, розовая, бежевая, только черный не хватает. Ставим все на место. Дальше. Стилрен вазы, синий и белый. Ну, белый это все-таки больше молоко. Синий, бледная-бледная бирюза с вкраплениями нежно-молочно-бежевого. Еще, смотрите, такой момент, то есть специальные непрокрасы. Эти переходы есть, их заметны, поэтому кому критично, значит, цвет не ваш. Сейчас попробуем лишь 600 рублей. Обычная цена 800. И молочные. Молочные прокрашены вся полностью. Тоже каменная керамика, покрыта цветной глазурью. Сделана в Китае. Китай потихоньку начинает заполонять икею. Левсверк. Не особо давно была новинка, сейчас уже в базовом ассортименте. 350 рублей. Вот такая красивая коричневая окантовка. Тоже каменная керамика. И вот такие вот интересные переходы. То есть она вся неоднородная. Если один бок такой, другой бок может быть уже вот с такой вот потертостью. При прокручивании видно. Так. Вот этой вазы почему-то нет на выставке. А, вот она. Ее передвинули. У факта есть еще маленькая. 400 рублей. Низ получается не окрашен вообще ничем, не покрыт глазурью. Здесь она вся в глазурь. Интересная вазочка. Но не получается вот, да, плавный переход из этого. Стилрен тоже была, она еще до сих пор новинка. Значит, полгода не прошло. Нежно-сиреневый цвет, но не насыщенный. То есть он тоже с переходами, с вкраплениями бежи, не прокрасы. Такие вазы все в основном из каменной керамики идут и покрыты цветной глазурью. Стоит 400 рублей. Градвис есть вот такая вот розовая ваза. Интересно смотрится. Мне нравится эта вазочка. Красивая. 699 рублей 21 сантиметр. Как кувшин, да? Левсверк. Эти глазированные вазочки дороже, чем покрытые глазурью, чем такие вот однотонные. Тоже переходы красивые, переходов много, переходы сложные. Здесь у нас верх с другой окантовкой. И вот такая вот нижняя часть. То есть он такая вот, как слоистый пирог по цвету. Левсверк есть вот такой интересный, необычный формы с очень узким горлом. То есть три цветка максимум больше сюда не уместится. Либо один такой вот, какой-то пышный куст. Сама ваза широкая, горлышко очень узкое. Очень-очень узкое. 1400 такая ваза стоит. Юмперлик. Не покрытый поверхностью и могут появляться царапины. Об этом, в принципе, и заявлено. Легко удалить влажную ткань. То есть влажную ткань протерли, все уходит. Вот такой вот, как кувшинчик самолепный, да? Представьте, с такими большими кувшинами раньше за водой ходили. Новинка. Танцета, синяя, из стекла. Очень напоминает Статгольм. Статгольма уже давно нет. Стоит 700 рублей. Такая вот прозрачная тоже. Отметка хендмейт, ручная выдувка. Лифт сверху есть еще малютка. Пару к той барышне. Стоит 300 рублей. Такая вот маленькая вазочка. Тоже такой же формы, только горлышко без юбочки. Юмперлик. Большой красивый кувшин. 2000 стоит. Внутри желтый. Прямо там. В Грузии. Под вино. Так, это у нас элементы декора. Любимые всеми кактусом. Так, здесь все вперемешку. И вазочки, и... Как пойдем-то дальше? Вот такая ваза-мензурка. Тидватен. 15 сантиметров, 79 рублей. Порой ее смотрят. На сайте, ой, какая дешевая вазочка. Приходит, что она такая маленькая. Маленькая, ребят, 15 сантиметров. Ну, под маленькие цветочки. Тенкверт с распродажей за 700 рублей. Тенкверт мы вам уже показывали в обзоре по Тенкверту. Тоже можно использовать как вазу. Графин. Карафт. 99 рублей. Очень часто берут вазы. Берут оформители. То есть классический букет на стол. Сюда идеально встает. И ценник вполне адекватный. За 99 рублей. Вазу такого размера, ну, я и, по крайней мере, пока не встречала. Так, показали. Берекна, 129 рублей. Стидва практически одного размера. Это ручная выдувка, это машина бывает. Отсюда разницы в цене. Ручный труб всегда дороже. Так, дальше у нас идут миски. А, вот такой набор ваз. Кстати, вот такой набор ваз, 800 рублей. У нас есть в офисе за 500. Тоже был со скидкой. То есть разница, кто в Саранске живет. Можно сэкономить. Мы пользуемся. Здесь у нас стоят цветочки. А сюда у нас младшая дочь монетки складывает. Когда где-то находит по дому, у кого в карманах. Ну, да, представляете, что от старшей дочери кинула штаны, монетки вывалены. Сюда мелкая складывает. Вот такой набор вазочки железные. Здесь, кстати, ничего с ними не случилось у нас. Мы даже слайм сюда фиолетовый складывали. Все отмылось хорошо. Мне вазочки нравятся. Кувшины белые. Ваза кувшин. И маленькая. Маленькая 700 – это 1000. Есть такая же синяя. Синяя, кстати, тоже у нас есть со скидкой в офисе за 650 рублей. Это 1000 – это 700. Нет, это вот здесь стояло, да? А это вот так. Такая вот вазочка. Статгольм 17-го года, слушай-ка. А за Статгольм вполне адекватно, да? 300 рублей. Надо взять в офис, девчонкам написать, кто брали миски Статгольм, что можно еще вот такую вазочку. 300 рублей такая вазочка. Ребят, сразу скажу, у меня нет нареканий никаких к вазам. Ваза – она и в Африке ваза. Вы ее подбираете по стилю, по цвету. Что вам нравится, то вы дома и ставите. Так, вот такая ваза Танцета. Прям этот. Зефирки турецкие. Помощники Султанов. Все, забыла. Полторы тысячи. Ручная выдавка. Интерьерная, да, я бы сказала. Куда конкретно ее ставить, пока не вижу. То есть нужна стилистика под нее. Так, сейчас я пробегусь, это мы смотрели. Так, дальше пойдемте смотреть стеклянные прозрачные вазы. Здесь их уйма. Тидвадатон. 500 рублей, ручная выдавка. То есть есть такая же большая, а есть маленькая. По 59 рублей Вилья Старк. 17 сантиметров. И есть такая же. То есть есть кругленькая. Очень интересно смотрится в салонах красоты. Сюда ставите цветочки, сюда насыпаете конфетки. Одна единая стилистика. По деньгам тратите копейки. Дальше в ассортимент возвращаются всеми любимые забытые вазы Ректангель. Их очень любили оформители. Они были вот такие высокие, узкие, широкие, каких только не было. Пока вернулась только такая ваза, стоит 130 рублей. Из нюансов. Очень нежная вот эта часть. Поэтому, когда покупаете, или вы забираете заказ с интернет-заказа, проверяете, чтобы здесь сколов не было. Ручная выдувка, вазы нежненькие, но хорошо эксплуатируются. Хорошо, если бы вы показали. Так, по кругу. Берехта. 600 рублей. Классическая широкая ваза. Тяжеленькая, под буки. Так, эти мы с вами смотрели. Береглик по акции. Вместо 800 рублей, 300 рублей такая вазочка. Прям ягодами наполнить хочется. Ну, крышечки как будто не хватает. Так, Мунтлик по 149 рублей. Тоже классика у Икеи. 100 лет уже продается. Универсальные вазы подо все, вне времени. Помп, ваза, фонарь. Двух размеров. Есть большие и маленькие. Маленькая 249 рублей. Большая, если не ошибаюсь, 600 рублей. Но я ее почему-то нигде не вижу. Если увидим, покажем. Ваза ВАСН. С этой вазы началось мое знакомство с Икеей. Сейчас скажу, когда. 15 лет назад. Икея в России, если я не ошибаюсь, 16-17 лет. То есть вот в один из первых магазинов я попала в Москве. И привезла в Саранск вот такую вазу и отдушку. Они долго-долго у меня в шкафу стояли. Так, ректангель мы показали. Это мы показали. Пойдем еще другие вазочки покажем. Бестот. Белая. И розовая. Двух одинаковых вазочек вы не найдете. Обязательно будет отличаться диаметр горла, толщина стенки. Цвет, оттенок тоже может быть немножечко разный. Вазочка очень-очень нежная. Ну, это все-таки, да. То есть, ну, домой под интерьер. А так, это любимые вазо-оформители заказывают их. В заказах они помногу постоянно. Ти-2-атен маленькая. Ну, побольше. Ти-2-атен есть за 169 рублей. Малюченькую мы смотрели за 79, такая же за 169. Дальше у нас появились сплетеные вазы. Я не знаю, адекватный ценник или нет. Цвет, бамбук, 2300. Ну, прям вот как-то вот. Ну, хотя плотненько, хорошо сплетенный. Ну, там-там не похоже. Ну, да. Так, пойдем. Больших ваз сейчас в Икеа стало мало. Клиенты, которые привыкли, что в Икеа есть все, приходят и удивляются. То есть, хотят таких каких-то больших цветных ваз, а увы, ничего нет. Ти-2-атен, 499 рублей, большая. Это уже напольные вазы. Беректы, 45 сантиметров, 1300. Вот видите, да, икеевская зеленуха стоит, искусственные травки. Ой, ну, эти сухие растения и деревца. Нет, а этот Ти-2-атен стоит, между прочим, там неправильный ценник показан. Этот Ти-2-атен стоит 799 рублей, а там ценник за 499 рублей. Вот, что я увидела. Ой, пойдем клош новый покажем заодно. Столько новинок опять вышло. Но я боюсь, что вы нас скоро куснете, что мы снимаем одни новинки. Мортин Динг. Так, девчоночки, свадебники, кто занимается оформлением, либо просто вот, да, на красивую тарелочку, она без дна. Вы можете положить на любое блюдо и закрыть. Сейчас я покажу, вот он есть в открытом виде. Вот, вот такой стеклянный клош. То есть вы все, что угодно вовнутрь спрятали и закрыли. 400 рублей. И есть большой, за 700 рублей. Тоже без тарелочки. Очень давно такую штучку ждали, потому что это удобно. Это просто и удобно. Так, ну же заодно, наверное, давай в разделе вас, потому что их не туда и не сюда. Миски. Ти-2-атен миска 500 рублей. И берегна. Примерно ценник одинаковый, отличается только формой. Одна повыше, одна пониже. Одна пошире, другая более расплющенная. И та-та-499 рублей. Дорогие мои, просто по вазам, ну на самом деле, ну нет нареканий. Стекло, керамика, выбирайте то, что вам нужно, то, что подходит по стилю. Ценник, ценник спорный. Местами хороший, местами не совсем. Сравнивать с другими магазинами, да, лучше, я считаю, сначала сравнить, потом делать уже покупку. Ну что, надеюсь, наш такой вот, да, для нас уже это не формат, мы уже не привыкли к таким обзорам. Раньше это там, когда мы только начинали, это было норма. Сейчас мне кажется, что я там ничего не рассказала, не вывернула наизнанку. Ну нечего вазочки вывернуть наизнанку. Не забываем, что сейчас все коммуникации, ссылка в Инстаграм, любой вопрос задаем в Инстаграме, всегда отвечаю. Это гораздо быстрее, чем в других соцсетях. Если вам нужно отправить в другой город, пишите. Единственное, что, друзья мои, у меня нет возможности ездить каждый день на почту, и посылки я отправляю там, может быть, пару, ну максимум три раза в месяц, как они набираются, и еду. Поэтому без обид другие города, кто обращается к нам. Все, до новых встреч на канале. Не забывайте подписываться и колокольчик нажимать, чтобы вы видели наши видео, когда они выходят. Всех люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok